В прошлый раз мы с вами разобрали, что такое домен, что такое зона, делегирование, SOA, NS-записи и некоторые другие основы DNS. Предлагаю не тратить время на очередную теорию про другие основные типы DNS-записей. Этого в интернете и так полно. Мы же их будем рассматривать по мере практической необходимости. К примеру, будем разбирать почтовый сервер, зайдем на DNS-сервер, пропишем необходимые типы записей для почтового сервера, там же их и разберем. А пока давайте поднимем DNS-сервер. Есть разные реализации, мы будем учиться на Bint. Это сервер от той же организации, которая разрабатывает DHCP-сервер, разбираемый в предыдущих темах. Почему именно Bint? С одной стороны, он известный, много где применяется, а с другой, это хороший пример для обучения работы с сервисами в командной строке Linux. Если раньше в отношении сервисов мы просто редактировали config-файл и рестартовали сервис, то с Bint все чуть комплекснее. Помимо настроек самого демона, у него есть еще файлы zone и утилиты, которые управляют DNS. Начнем с того, что добавим еще одну виртуалку в нашу схему, назовем ее NS1 и подключим в сервер Navlan, используя оба свеча. Настройку тимминга и выдачу хостнейма сделайте сами. DNS-сервер в некотором роде будет связывать все системы внутри нашей инфраструктуры. Если вдруг у него поменяется IP-адрес, это может привести к плохим последствиям. Поэтому давайте зарезервируем IP-адрес на DHCP-сервере. Заходим на DHCP-сервер и смотрим список выданных IP-адресов. В табличке с помощью колонки hostname находим наш сервер NS1 и копируем его MAC-адрес. Дальше заходим в конфиг с резервациями нашего DHCP-сервера и добавляем новую запись. Здесь я дал адрес 53, так как DNS работает на 53-м порту. Так будет легче запомнить, что за этим адресом DNS-сервер. Не забываем после изменений скопировать конфиг файл с резервациями на второй DHCP-сервер. А дальше запускаем сервис DHCP-сервер. Чтобы наш новый сервер получил новый адрес, переподключаем на нем сетевой интерфейс и проверяем IP-адрес. Правим shconfig и подключаемся к новому DNS-серверу. Установим bind. Тут с названиями довольно запутанно. Пакет называется bind. Его сервис в системе D называется named, а в файрволе сервис просто DNS. Так как мы в тестовой среде можем сразу запустить сервис и добавить его на файрвол. Но в реальной среде так делать не стоит. Лучше предварительно настроить, а уже потом запускать сервис и добавлять его на файрволе. Если вы будете разворачивать сервис в интернете, то может сложиться такая ситуация, что у какого-то демона по умолчанию небезопасные настройки. И пока вы будете с ними возиться, кто-то уже успеет сделать что-то плохое. Основной файл настроек бинда – etc.named.conf. Тут у нас все, что касается самого демона. На каких портах он работает, всякие настройки кэширования, безопасности и прочее. Еще здесь указываются зоны, но все, что касается самих DNS записей, прописывается в других файлах. До них мы еще дойдем. Пока разберем этот файл. Сверху мы видим небольшую подсказку. Она может привести нас к примерам, где можно найти чуть более детальные конфиги. Да, все это можно найти и в интернете, но иногда, если что-то вылетело из головы, легче взглянуть на пример и вспомнить, чем пытаться это нагуглить. Ну и взглянув на готовые примеры, можно встретить то, что я и не думал искать раньше. К примеру, пока я не взглянул на этот конфиг, я и не думал, что у Bint есть графическая утилита для настройки. Сам конфиг напоминает конфиг для DHCP сервера. Также используются точки с запятыми, как разделители, комментарии со слэшами и звездочками, секции с фигурными скобками. Также есть возможность расширить настройки на несколько файлов с помощью include. Основные настройки самого демона находятся в секции Options. Есть отдельная секция Logging. Есть секции под специфичные нужды, такие как View, Key, Trusted Case, Zone. Все это мы будем разбирать по мере необходимости. Вернемся к основному конфигу и пройдемся по секции Options. ListenOn указывает, на каких адресах и портах работает этот демон. DNS по умолчанию работает на 53-м порту, и вы, скорее всего, никогда не поменяете стандартный порт. Большинство DNS клиентов даже не позволяет указать другой порт. То есть, если вы настроите здесь не стандартный порт, то ваши клиенты просто не смогут достучаться до DNS сервера. Да, есть DNS over TLS или DNS over HTTPS, они используют не 53-й порт, но это настраивается по-другому и не связано с этим параметром. Разве что DNS сервера могут обращаться друг к другу по нестандартным портам. И это может быть полезно в каких-то специфичных случаях. В фигурных скобках мы видим 127.0.0.1. Это означает, что этот DNS сервер слушает только на одном адресе, а значит, он доступен только сам для себя. Чтобы другие компьютеры могли к нему обращаться, давайте добавим сюда также его основной адрес. И не забудьте поставить точку с запятой после. ListenOn v6. То же самое, что и ListenOn, но предназначенное для IPv6. Дальше идут несколько параметров, которые полезно понимать, но зачастую нет смысла трогать. Directory. Основная директория с файлами. Здесь обычно всякие файлы с DNS записями, временные файлы и прочие. Мы еще сюда зайдем. Dump File. Файл, куда сохраняется кэш во время работы DNS сервера. Огромная часть работы DNS сервера – работа с кэшем. Чтобы не узнавать ответ на каждый запрос повторно, что занимает гораздо больше времени и ресурсов. Если у вас есть высоконагруженный DNS сервер, на него приходит огромное количество DNS запросов. И вдруг, если сервис падает, даже если он моментально заново поднимется, восстановление кэша с нуля может быть лишней тратой времени и ресурсов. А при наличии такого dump файла, процесс восстановления будет гораздо быстрее. Statistics File. Файл, куда сливается статистика с работы сервиса. Количество и типа DNS запросов, сколько заняли времени и тому подобное. Mem Statistics File. Еще один файл статистики, но больше связанный с потреблением памяти. Secrutes File. Файл, куда кэшируются ключи для проверки подписей для DNSSEC. DNSSEC это отдельная тема, которую я не хочу пока мешать с основами DNS. Ее мы разберем отдельно. Recursing File. Файл, куда будет записываться вывод команды rnds-recursing, который покажет текущие рекурсивные запросы. Может пригодиться при поиске проблем с рекурсивными запросами. Теперь перейдем к параметрам поинтереснее. AlloQuery. Разрешить запросы. И в скобках мы указываем откуда. ListenOn просто позволяет сервису слушать на указанных адресах, но это не значит, что он будет отвечать всем, кто пришел на этот адрес. В нашем случае, сейчас, AlloQuery Localhost настроено так, что сервер будет отвечать только на свои запросы, а на все запросы с других IP-адресов он будет отвечать отказом. В скобках мы можем указать конкретные IP-адреса, подсети или просто any, чтобы отвечать всем. Так как мы поднимаем сервис для нашей локальной сети, давайте укажем 10.0.0.0.8. Еще раз напомню, что не стоит забывать про точку с запятой в конце. Обратите внимание, что нигде в этом конфиг-файле нет какого-то комментария с объяснением параметра, кроме одного специфичного места. Recursion. Позволяет сделать DNS-сервер рекурсивным или отрубить этот функционал. Рекурсивный DNS-сервер это такой DNS-сервер, который, получая запрос от клиента, ищет у себя в кэше, и если не найдет, он идет на другой DNS-сервер, чтобы узнать ответ там. Узнав ответ, он отвечает клиенту и сохраняет ответ у себя в кэше, на случай, если будут еще такие запросы. То есть задача рекурсивного DNS-сервера находиться поближе к клиентам и быстро отвечать на запросы, чтобы ускорить работу с DNS и не гонять трафик просто так. Поэтому его также называют кэширующим DNS-сервером. Если есть DNS-сервера, которые перенаправляют запросы, значит есть и сервера, которые предоставляют ответы, авторитетные DNS-сервера. Задача таких DNS-серверов предоставлять информацию о зонах. К примеру, если у вас есть домен, и вы хотите для него создать DNS-записи, то вам нужен авторитетный DNS-сервер. Скажем, DNS на вашем домашнем дешевом роутере может быть только кэширующим. Если вы поднимаете DNS в интернете, чтобы делиться информацией о вашем домене, то не стоит его делать рекурсивным. Иначе с помощью вашего сервера будут делать DDoS-атаки. Об этом и предупреждают в комментарии в этом конфиге. Но не то, чтобы авторитетные и рекурсивные сервера были взаимосключающими. Например, немало компаний используют Microsoft Active Directory, где встроена служба DNS, которая одновременно и рекурсивная, и авторитетная. Да, к DNS-сервису Active Directory из интернета доступ давать не стоит, но вот внутри сети компании можно пользоваться. В этой теме мы сделаем кэширующий DNS-сервер, поэтому оставляем этот параметр со значением Yes. Итак, мы решили, что наш DNS-сервер будет рекурсивным. А рекурсивный должен узнавать ответы от других серверов. А из каких? Правильно, нам нужен параметр Forwarders. Указывает, к каким DNS-серверам нужно обращаться за ответами. Здесь вы можете указать DNS-сервера провайдеров, так как они обычно ближе по сети, или какие-либо другие доверенные сервера. Тут уже на ваше усмотрение. По личному опыту, я встречал несколько раз ситуации, когда у провайдеров возникают проблемы с DNS-серверами, и от этого страдает сеть компании. На вопрос, кому доверять DNS-запросы компании в интернете, нет простого ответа. И для примера я просто указал сервера Cloudflare и Google. Дальше идет несколько параметров, связанных с DNS-сервером, но мы это разберем в отдельной теме. Поэтому сейчас их пропустим. Перейдем к секции Logging. Bint делит логи на различные категории. Категории могут быть связаны с клиентскими запросами, конфиг-файлами, DNS-сервером и прочим. Эти категории можно направить в различные каналы. Вы создаете каналы, где указываете, что делать с логом. Записать файл, отправить все слог, добавить ли время лога, или может в целом ничего не делать с этим логом. И в секции Logging вы указываете, какую категорию в какие каналы стоит направлять. Дальше у нас секция про корневую зону. Давайте посмотрим на содержимое указанного файла name.dca. Здесь мы видим адреса корневых DNS-серверов. Помните, мы говорили, что DNS-сервер как путь в Linux, только читается наоборот, и вместо слэш точка. Благодаря этому файлу наш DNS-сервер знает об адресах корневых DNS-серверов. Если бы мы оставили параметр recursion.yes, при этом не добавив forwarders, то наш DNS-сервер сначала бы посылал запрос на эти корневые DNS-сервера, чтобы узнать DNS-сервера для доменов первого уровня. Затем обращался к тем, чтобы найти адреса DNS-серверов для доменов второго уровня. И дальше, в зависимости от необходимой зоны. В прошлой теме мы с NSLOOKUP проходились по всей этой цепочке, поэтому советую предварительно посмотреть предыдущую тему. Так вот, если бы за каждым запросом мы ходили бы через такую огромную цепочку, то всё работало бы в разы медленнее. Не говоря уже о том, что нагрузка на все эти сервера была бы безумной. Вот почему важно указывать forwarders. И в конце у нас два include. Давайте посмотрим, что в них. Первый файл содержит специфичные зоны, связанные с localhost. А второй файл, опять же, связан с DNS-сек. Итак, давайте сохраним файл. Так как мы поменяли пару настроек, не забудем перезапустить на MT для применения наших изменений. Мы сделали рестарт, так как пока что нашим DNS-сервером никто не пользуется, и перезагрузка сервиса не страшна. Но в будущем, когда нужно будет применить настройки на рабочем DNS-сервисе, которым уже пользуются клиенты, так делать не стоит, потому что это привезёт к недоступности DNS-сервера, а это может привести к серьёзным последствиям. Для безболезненного применения настроек можем использовать Reload вместо Restart. Как видите, Reload задействует утилиту RNDS. С помощью неё можно управлять бинт, причём не только локально. Если вы где-то опечатались, а очень часто новички забывают где-то точку с запятой, и сервис потом не стартует, то легче всего посмотреть в логе, где можно будет найти номер строки с ошибкой. В моих логах я вижу другую ошибку. Host Unreachable Resolving, Timeout и подобное. Это говорит о том, что у моего DNS-сервера нет доступа к указанным DNS-серверам. Давайте попытаемся разобраться. Пустим пинг на единички, чтобы понять, есть ли сетевой доступ. Да, единички пингуются, значит у этой системы есть доступ в интернет. Однако, если мы попытаемся пингануть google.com, то увидим ошибку name or service not known. Это нам говорит о том, что не резолвятся имена. Давайте проверим resolve.conf. И здесь мы видим, что у нас прописаны эти самые единички, и они у нас пингуются. Итак, пинг у нас доходит, но DNS-запроса нет. Почему? Самое время вспомнить, что у нас сервера существуют не в вакууме, а в нашей сети. И в нашей сети есть фаерволы, которые не пускают ничего, кроме пингов. Значит, нам надо разрешить нашим DNS-серверам доступ в интернет, хотя бы для сервиса DNS. Идем на роутер 3 и смотрим все политики. И обнаруживаем, что оказывается, мы уже разрешали нашим серверам доступ в интернет, в том числе по DNS. Однако, если зайти на роутер 4, можем заметить, что такой политики нет. Мы просто забыли ее добавить. Ладно, не страшно, быстренько вспоминаем. Просто скопируем из второй темы по DHCP команды для создания политики, добавления в нее зон, добавления сервисов и, собственно, рестарт фаервол. Возвращаемся на NS1 и проверяем пинг. Теперь все резолвится и пингуется. Но обратите внимание, пинг идет не благодаря нашему новому DNS-сервису. В etc.resolve.conf были прописаны единички. То есть мы пока что не тестировали наш DNS-сервер. То, что мы подняли DNS-сервер, не значит, что все компьютеры в нашей сети автоматом стали его использовать. Они его даже не знают. А как они могут узнать, где у нас в сети есть DNS-сервер? Правильно, DHCP. Этот DHCP-сервер говорит всем нашим компьютерам адреса DNS-серверов. Пойдем на DHCP-сервера и, прежде всего, проверим, могут ли они использовать наш DNS-сервер. Как проверить, работает ли DNS-сервер? Правильно, с помощью утилиты NSLOOKUP с указанием сервера. Мы видим, что есть ответ. Значит, что? Значит, наш DNS-сервер работает. Но наш DHCP-сервер находится в той же сети, что и DNS-сервер. А это значит, что мы не учитываем Firewall. Пробуем то же самое с пользовательского компьютера. И на этот раз мы видим connection-timeout. Как мы и предполагали, все, кто находится в серверной сети, могут достучаться до DNS. А вот для остальных стоит прописать политику на наших фаерволах. Идем на роутер 3. Добавим политику и назовем ее просто DNS. Для этой политики входящей зоной будет любая, any, а исходящие – сервера. Мы не хотим, чтобы любой пользователь мог подключаться к любому серверу по DNS, а только к одному определенному. Поэтому добавляем reach.ru. Не забываем перезапустить фаервол. Ну и самое главное, на этот раз не забудем добавить то же самое на втором фаерволе. Будь у нас какой-нибудь коммерческий фаервол, он бы в режиме репликации копировал настройки на оба наших фаервола. Но вряд ли Firewall-D рассчитан на такое применение. Но я в своих темах показываю идею, что и для чего делать. И в данном случае поднял сервис, надо добавить на фаерволе. Вернемся и проверим снова. И теперь мы видим, что User1 получает ответ от DNS сервера. Отлично, значит мы можем обновить настройки на DHCP серверах. Идем на DHCP1, заходим в настройки под сетей. Раньше в параметре Domain Name Server у нас было два DNS сервера, но пока мы подняли только один, так что укажем только его. Сохраняем изменения, выходим и перезапускаем сервис для променения настроек. Проделываем ту же операцию на втором DHCP сервере. Мы могли бы дождаться, пока DHCP клиенты свяжутся с сервером по поводу обновления ListTime и получат новые настройки, но это может занять время. И чтобы ускорить этот процесс, я просто переподключусь к сети на пользовательском компьютере. Проверю etc.resolve.conf. И здесь мы видим, что адрес DNS сервера обновился. Можем для проверки еще раз пустить NSLOOKUP. И все работает. По-хорошему нам теперь надо вернуться на фаервол, убрать доступ к DNS в интернете всем серверам и прописать специфичные правила, чтобы только NS1 мог подключаться в интернет только к своим forwarders. Но это будет заданием для вас. Ну и другое задание – поднять NS2. Поднять второй кэширующий DNS сервер будет довольно просто. Нужно поднять точно такой же сервис, точно с такими же настройками, добавить его на фаерволе и в DHCP. Сервера между собой никак не связаны. Не делится никакими пулами, как тот же самый DHCP. Не нужно разделять один и тот же IP адрес. Все DNS клиенты поддерживают несколько DNS серверов, благодаря чему можно, прописав на клиентах два DNS адреса, сделать отказоустойчивость. Итак, подытожим. Мы сегодня поставили пинт, прошлись по настройкам и настроили его как кэширующий DNS сервер. При этом интегрировали его в нашу сеть, обновили правила на фаерволах, обновили настройки DHCP серверов и проверили работоспособность. В будущих темах мы разберем, как поднять авторитетный DNS сервер, поговорим про DNS сек, DNS over TLS и прочее.